Рынок Мы заключили договор аренды у нас С Баянаула, ну я сейчас вот вам точные цифры не скажу, да Но порядка 500 человек с Баянаула А сколько из них за последние дни переехало? В основном, ну вот те 40 человек, которые заключили договор с нами летом Значит 400 вот там с лишним человек, это которые вот в эти дни заключили договор с нами Общий количеств? Да, но это приблизительную цифру, я вам скажу Потому что сейчас большая просьба Акимата То есть, потому что они реально озабочены проблемой И они отслеживают, мы каждый день отправляем информацию Именно сколько людей с Баянаула заключили договор Сколько людей с Баянаула завезли контейнера Сколько людей с Баянаула завезли товар Потому что власть, она озабочена этой проблемой И хотят, чтобы все люди, которые на Баянауле были, да То есть, такую же информацию, насколько я знаю, дают Барлыкин, Жихан То есть, эту ситуацию отслеживают, чтобы не получилось так, что вот так люди остались без мест На сегодня свободных мест на рынке нет. Были случаи, таких у нас несколько человек выявили, которые не имеют никакого отношения к торговле автозапчастями. Пришли, договор заключили и начали уже, появились объявления, мне говорили, и на Баянауле, и на Корсите. Продам места на Жебекжалы, сдам в субаренду на Жебекжалы. Не сдаются в субаренду места на Жебекжалы. Именно сами арендаторы выявили несколько таких людей. Телефон, все, человек приходит, и мы говорим, ну извините. То есть вы недобросовестный человек, мы разрываемся, и мы отдали эти места людям, которые реально с Баянаула. Вот пришли с автозапчастями, которые хотели торговать. Я самый последний переехал сюда, от Баянаула. Каких числа? Где-то я числа... Нет, я где-то 15-16 переехал. А почему так поздно? Потому что мы надеялись. Я сам узнал в декабре, но не поверил. Почему? Потому что у нас такой слуг, уже 9 лет мы боремся. 9 лет с городскими властями, со всеми судьями мы боролись. Раньше было, мы на улице выходили, дорогу закрывали, все делали ради Баянаула. А в этот раз так не получилось. Почему? Потому что сами видели в прошлом году, что случилось в барахолке. Пожар был, всякий был. Вот поэтому люди все молча, ну все сами разошлись. Мы знали давно, что Баянаула будет сноситься, но перешли мы здесь сюда, когда открылся этот базар. В мае месяце, в 2014 году. С мае месяца мы здесь никуда не уходили. Ну, уходили по возможности, людям предлагали, чтобы они сюда перешли. Что здесь очень условия хорошие. Чистота, порядок, широкие ряды. Все закрыто под крышей. Чтобы приходили. Но люди, людей держали, хозяева базаров, которые, где они работали. Поэтому многие сюда не шли. С мая месяца мы почему ушли из Баянаула? Я 15 лет на Баянауле отработала. И все эти 15 лет я сидела в грязи по самые уши. Особенно последние три года это было невыносимо. Полтора года тому назад даже выступал архитектор города Алматы по телевизору. И он сказал, что Баянаул проиграл суд. И что это решение одного дня. Это было в прошлом году, где-то, наверное, в апреле-марте месяце было. И люди тогда знали. Потому что телевизор многие же смотрят. Не то, что там в лесу родились, ничего не видели, ничего не знают. И все прекрасно знали, что Баянаул закроют. Но обманом образом удерживали людей. Не давали людям сюда перейти. А сейчас вы сами видите, видите ряды, бутики все занятые. Люди строятся, облагораживаются, полки ставят, чтобы запчасти продавать. И торгуют тут же сразу. Приехал, выгрузился, торгуют и обустраиваются. Многим нравится. Субтитры создавал DimaTorzok